Всем привет! Всех очень рада видеть, наверное, уже поняли из описания, что мы будем сегодня смотреть. Это первый альбом BTS в моей коллекции, но самая-самая любимая с ней вовсе начиналась. Это мой самый-самый любимый альбом. То есть тут те песни, благодаря которым я познакомилась с их творчеством, оно мне полюбилось. Собственно, называется это Special Album Young Forever. Вот эти все песенки. Альбом какого года, кто знает? Альбом 16-го года, а кей-попом я увлекаюсь с конца 15-го. Так что вот вам и ответ. Собственно, это альбома две версии. Мне нравится вот эта версия, не тёмная, а именно с воздушным шаром. Кстати, если мы не знали, то вот здесь это все участники BTS. Вот так вот, такой вот большой шарик, а там, оказывается, такие маленькие это все участники. Собственно, Young Forever опять у меня на белом альбоме не хочет фокусироваться. Камера, я не знаю, что с ней делать. Он может и вываливаться. Давайте поможем этому вывалиться. Соответственно, вот участники в крупном варианте на воздушном шаре. Такие они ещё все юные. Собственно, это у нас два CD-диска. Вот так вот. Ну, конечно, я думаю, вы знаете, что это. Конечно же, это постер. Не зря показывала обложку, в начале обложку альбома, что маленький там это BTS, потому что весь постер это воздушный шар и только внизу у нас BTS. Какой-то, не знаю, троллинг. Ну, это очень прикольно, конечно. Вот так вот, такая вот задумка. Такой вот интересный постер. Ну, и непосредственно сам фотобук, в котором у нас есть сюрпризы, которые я вам сейчас сразу же и покажу, потому что они не там. А это Polaroid фоточка J-Hope, конечно, конечно, вот такой вот тут подарочек. А сейчас непосредственно мы с вами посмотрим, что же ещё есть в альбоме, как выглядит фотобук. Здесь у нас сразу карточка от MyKid, которую мы, конечно же, не читаем с вами, не смотрим, а скорее переходим к просмотру альбома фотобука. О, господи, какие они масечки. И Рэмчик такой прям ещё зайчка. Ой. Ух ты. Какие интересные кадры. Они тут пытаются разобрать вот. Такая кадра. Просто. В шортиках. Не знаю, мне почему-то смешно. Борь, бульпас. Что это? Ты просмотри, эти фотографии такой ядрёный, рыжий, господи. Ой. Чунгук ещё не проколотый и много. Без татуировок. Это просто такая милота. Такие масечки просто. Просто, просто масечки. Ой. Это, конечно, фотосессия была. Ой, вот это мне нравится, кстати. Это очень красиво. Как будто камера с фильма. Крупа. Целая история в кадрах. Очень красиво. Ну, как их одели. Некоторые фотографии это... Ой, какая классная фотография. Некоторые фотографии очень смешные. Но живые. Вот что значит. Живые. Вот тут вот просто... Блин, фокус. Фокус. Просто что это? Вот так вот. В 2016 году сфотографировали в BTS для альбома. Young for Ever. Всегда оставаться молодыми, да. Поэтому они такие молодые, беззаботные. Я очень смешные. Ядрёный рыжий, какой-то апельсиновый даже. Тахиона, конечно. Ещё они не знают, сколько всего им предстоит. Сколько всего их ждёт. Но уже они на пороге этих невероятных событий. Ну, альбом просто очень классный. Thanks to... Так, давайте посмотрим, написал ли кто-то этих хоть что-нибудь на английском. О, да. RM God bless. Forever Young написал J-Hope. И, по-моему, больше никто из них ничего по-английски. И не написал. Ну, Челкут написал очень много, как вы можете видеть. Это ж прям целое... Это... Прям целое сочинение. Постарался так постарался поблагодарить. Молодец. Здесь у нас трек-лист. Что у нас на первом диске, как говорится? А что у нас здесь? Какие у нас здесь прекрасные, легендарные песни? I need you. I need you, Кел. Run. Как бы run. And save me. Ну, вот это бомба. Вот это выстрелила песня. Вот благодаря ей я узнала BTS. На самом деле это Fire. Причём я узнала, как... Я смотрела ролики на YouTube, как блогеры реагируют на этот клип. Точнее, на клип на эту песню. Так, я и узнала BTS. Вот. Но это не тот способ, по которому я узнала кей-поп. Вот. Как бы это разные вещи. Что у нас здесь? Песня Butterfly, House of Cards, ремикс I need you, баллад, баллады Run. Ну, всякие ремиксы. Альтернативный ремикс Butterfly. Вот. Кредицы. Белый лист бумаги, видимо, для автографа. Или для заметок, не знаю. Собственно, на этом всё. Альбом, кстати, такая хорошая, добротная книжечка. Но при этом он проклеенный, как бы. Обидно. Обидно. Можно было бы и прошить. Но это не умаляет того, что альбом потрясающий, очень классный, оригинальный, главное смешной. То есть, если хочешь поднять в себе настроение, посмеяться, это вот сюда. На этом всё. Надеюсь, вам было интересно быть со мной, смотреть на альбом BTS. Это всегда интересно, мне кажется. Всех вас обнимаю. До новых встреч, до новых видео. Не забудьте подписаться, если не подписаны, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока-пока.